Итак, мы приехали в Эллад. Приезжаем в город. Наша цель практически достигнута. Это Элладский порт. Здесь машины, которые приводятся через... Приезжают в море и потом идут к своим владельцам. Вот в этом ресторане Касса де Бразиль мы были в коронный год. По-моему, в 21-й. Очень классное место. Вот этот наш мотель Ави, который мы заселили тоже годика-два назад. А тут строятся и строятся новые гостиницы. Мы приехали на автобусную конечную станцию. Выходим. Смотрите, наши девочки-солдатки. С двух сторон рюкзак. Я не знаю, какой вес их поклажа, но это ж... Наши воины, девочки, таскают, как муравьи, больше своего веса. В общем, мы приехали на автобусную станцию, на конечную города Эллад. Ехали мы с 11 до полвторого дня, то есть в 12 час 10, то есть в 3,5 часа длилась дорога. Ну, для тех, кто захочет путешествовать ни машины, ни автобусом, 397-й автобус, который сегодня стоит, на самом деле, сущие копейки на человека. То есть вы за 50 шекелей, если еще захотите купить себе кофе в кафе за 7 шекелей, за 50 шекелей уложитесь вполне на двоих. И машину сбережете, и на бензине сэкономите. Но, правда, с меньшим комфортом и мобильностью. Но, по крайней мере, можно подремать, либо просто восхититься красотами пейзажа, который окружает ваш автобус. Так, у нас по соседству гостиницы комфорт-отель Сахара и Якоб Эллад. Гостиница НОВА, написано ЛИКО, по-моему, да? НОВА ЛИКО. Или это лайк, или ЛИКО. Напоминаю, что сегодня 29 декабря. Мы в Израиле. Вот два подростка, которые заказали себе холодный сок. Ребят, Новый год скоро. Ну да, шейк. Зима. Ребята, кусяком, абсолютно голые. Израиль. Мы в Илаке. В Илаке еще есть разводной мост. Проплывают яхты, корабли, ну, катера. Вот сейчас мост закрывается. Вот такой в Илаке тоже встретить можно. Вот что мы с вами имеем без 25 вечера в Илаке 30 числа. Температура воздуха 25 градусов. И это вечером. Видите, у кого-то кто-то в шапках-валенках, а кто-то в шортах-купальниках. Вот наша гостиница. А вот мы сейчас в самой нижней точке Илакского залива. Вот отсюда начинается Красное море, которое относится к нашей стране, к Израилю. Вот он, Илакский залив. Это Иордания. А это Израиль. И мы гуляем. Все покаяло, было классно. Мы покидаем Илако вот за оливковой, ой, за оливковой. За пальмовой плантацией, видно, вот серая полоса, это уже забор, граница. Граница с Иорданией. Мы сейчас с вами проехали из Бату. Самый молочный мега-производитель. От этого мы проезжали, как такая территория, сафари, огороженная забором. Там гуляли страусы. Вдалеке паслись какие-то, не знаю, антилопы, какие-то зебры. Не знаю даже, что это за животные, вдалеке непонятно. Но вдоль забора встречалось, часто видели страусов. Вот мы возвращаемся назад из Зайвата Башема. Вот это один из заводов, химическое предприятие, скорее всего, по производству удобрений. Когда мы ехали в ту сторону, я рассказывал об этом. Так вот эти заводы ужасно, страшно смотрятся вечером. Они все-все в огоньках. Такие горящие чудовища в пустыне. Вот посреди пустыни вдруг появляется песок. И песок не рабочий грунт какой-то, который навезли, а настоящий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok